Книга Деяний, 16 глава, 30 и 31 стихи. Давайте прочтём их вместе. Книга Деяний, 16 глава, стихи 30 и 31. Готовы? Читаем. «И выведя их вон, сказал, Государе Мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали, «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасёшься ты и весь дом твой». Что мне делать, чтобы спастись? Они же сказали, «Веруй в Господа Иисуса Христа». Как это сделать? Что мне делать, чтобы спастись? «Веруй в Господа Иисуса Христа». В 10 главе послания к римлянам говорится, «Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, и снова веровать». Давайте посмотрим на три момента, в которые вам необходимо верить для того, чтобы спастись. Во что мне верить? Конкретно, во что мне верить? Первое. Я верю в то, что Иисус Христос есть мой Господь и личный Спаситель, Который умер за мои грехи на кресте. Если говорить о вере в Иисуса, то как я должен верить? Прежде всего, я верю в то, что Он мой Господь и личный Спаситель. Мой Господь и мой личный Спаситель, «Который умер на кресте за все мои грехи». Если вы говорите с кем-то о вере, и Он спрашивает вас, во что вы верите, вы говорите, «Я верю в то, что Иисус мой Господь, Он моя глава, Он мой личный Спаситель, и на кресте Он умер за все мои грехи и спас меня от всех моих грехов». Итак, это первое, во что я верю. Дальше второе, во что я верю. Я верю в то, что Иисус Христос единственный путь к спасению. И в то, что приняв Иисуса, я получил вечную жизнь. Я верю в то, что Иисус единственный путь к спасению. Я верю в то, что Иисус единственный, кто мог спасти меня. И когда я принял Его, когда принял Его как Господа и личного Спасителя, и Он спас меня. Я верю, что в этот момент я получил вечную жизнь. Вот во что я верю. Итак, во что мы верим? Мы верим в то, что Иисус — наш Господь и наш личный Спаситель. Мы верим в то, что Он умер на кресте за наши грехи. Мы верим в то, что Он — единственный путь к спасению. И мы верим, что когда мы спаслись, когда спасение произошло в нашей жизни, благодаря тому, что мы уверовали, теперь мы имеем жизнь вечную сейчас. Аминь. И вот третий момент относительно моей веры в Иисуса. Я верю в то, что мои грехи были прощены, прошлые, настоящие и будущие. Иисус страдал на Голгофском кресте, и результат этого проявляется сегодня. «Бог милостив к моим неправдам, а что до моих грехов и беззаконных деяний, Он больше не помнит их». Вот во что я верю. Я верю в то, что мои грехи были прощены, прошлые и настоящие и будущие. Иисус пострадал за них на Голгофском кресте. На этом кресте за них была заплачена цена. Слава Богу! «Результатом того, что все мои грехи прощены, прошлое и настоящее и будущее, является то, что Бог милостив к моим неправдам, о моих грехов и беззаконных деяний, Он больше не помнит». Вот во что я верю. На самом деле, эта часть... Последняя строчка Нового Завета в восьмой главе Послания к евреям, где сказано, что единственное, как вы можете получить пользу от Нового Завета, Завета Благодати, это верить, что Бог милостив ко всем неправдам вашим и грехов и беззаконий ваших, Он не вспомнит более. На самом деле, если вы не верите в то, что Бог милостив ко всем неправдам вашим, и если вы не верите в то, что грехов и беззаконий ваших Он более не вспомнит, то Новый Завет не принесет вам пользы. Вы не сможете воспользоваться благом, благословениями, незаслуженным благоволением, которые Новый Завет предлагает вам. Ничего не будет работать. Вообще. Действенность многих вещей в нашей жизни в том, что касается Нового Завета, и мы скоро поговорим об этом. Действенность многих вещей в нашей жизни основывается на нашей вере. Если кто-то говорит, что верит в Иисуса, он должен знать, во что он верит. Иисус мой Господь и личный Спаситель. Он умер на кресте за мои грехи. Он тот, кто дал мне спасение. Спасение может быть только через Иисуса. Мы не можем смешивать разные религии, чтобы угодить всем. Иисус — единственный путь к спасению. Вот во что я верю. Если вы поместите меня в комнату с кем-то еще, у него будут проблемы. Итак, спасение можно получить только через Иисуса. У меня есть вечная жизнь с Ним. Эта третья область так важна, поскольку чем больше я проповедую об этом, тем больше людей, подходя ко мне, говорят, «Мы не верим в то, что Бог простил нам все наши грехи». Даже не знаю, как вам сказать, насколько опасно не верить в это. Последнее предложение Нового Завета, та часть, где говорится о вере в том, что Бог, милостив к неправдам вашим, и беззаконний и грехов ваших, не вспомнит более. Вот что я хочу сделать. Давайте откроем восьмую главу послания к евреям и прочтем вместе. Начнем с шестого стиха. Я верю в Иисуса. О, я верю в Иисуса! Аллилуйя! Благодарение Богу за все эти чудесные принципы, которые мы изучили за многие годы. Но знаете что? Все сводится к одной личности. Я верю в Иисуса. Повернитесь к соседу и скажите, «Иисус сделал все». Послание к евреям, 8 глава, 6 стих. «Но сей, первосвященник, получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай Завета, который утвержден на лучших обетованиях». Речь здесь о том, что Иисус есть ходатай лучшего Завета, который утвержден на лучших обетованиях. «Ибо если бы Первый Завет...» Первый Завет — это Завет Закона, который пришел через Моисея. «Ибо если бы Первый Завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому». Это и понятно. Если бы с Первым Заветом все было нормально, то и не шло бы речи о Втором Завете. С Первым Заветом все было нормально, за исключением того факта, что он был настолько совершенным, что люди не могли исполнить его. В этом был недостаток. Его нельзя было исполнить. Но вот был дан лучший Завет с лучшими обетованиями. Восьмой стих. «Но Пророк, укоряя их, говорит, «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с Домом Израиля и с Домом Иуды Новый Завет». Мы говорим о Новом Завете, а ветхий должен закончиться. Девятый стих. «Не такой Завет, какой я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, потому что они не прибыли в том Завете Моем. И я пренебрег их, говорит Господь». Он говорит, «Я заключу Завет не такой, как прежний. Я заключу другое соглашение». Расширенный перевод. «Он не будет подобен Завету, который я заключил с отцами их в день, когда я взял их за руку, чтобы помочь им вывести их и освободить их из земли египетской, потому что они не прибыли в том соглашении, и потому я отнял от них Мое благоволение и пренебрег их, говорит Господь. Они не прибыли в том соглашении, и потому я отнял от них Мое благоволение. Я не буду заключать такой Завет, в котором человеческая верность будет определять Мою верность. Я не буду этого делать. В этом Завете человек не будет делать свою часть для того, чтобы Мне сделать Мою. Новый Завет будет не таким. Он продолжает в 10 стихе. «Вот Завет, который завещает Дому Израилеву после тех дней, говорит Господь. «Вложу законы Мои в мысли их и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, и они будут Моим народом». Бог говорит, «Вложу законы Мои в мысли их и напишу их на сердцах их». Он напишет 10 заповедей? Нет. Он напишет закон любви, закон веры, совершенный закон свободы. Бог Духом Святым поместит Свои законы внутри вас. В послании к кремлинам 5.5 говорится, что Бог поместил в ваше сердце любовь Духом Святым. Итак, любовь Божья будет написана на вашем сердце. Не на камне, а на вашем сердце Бог напишет ее. Но смотрите, что говорится дальше. «И буду их Богом, а они будут Моим народом». «И не будет учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря, «Познай Господа, потому что все от малого до большого будут знать Меня». Бог говорит, «Я научу людей знать Меня». Это что-то. Бог говорит, «В этом Новом Завете Я буду». Некоторым из вас это трудно воспринять. Он говорит, «В этом Новом Завете Я буду служить вам». Да. «В этом Новом Завете Я буду». «Я буду». «Я буду». «В этом Новом Завете Я буду верен вам». «В этом Новом Завете у вашей верности не будет никакой возможности определять Мою верность». «В этом Новом Завете Я буду». «Я буду». «Я буду». «В этом Новом Завете Бог ясно говорит о нашей части и наша часть верить. «В этом Новом Завете наша часть верить. Все, чего хочет от нас Бог, это чтобы мы верили. 12 стих. «Потому что я буду милостив к неправдам их, и грехов их, и беззаконних, не воспомину более». Говоря, «Новый» показал ветхость первого, а ветшающая и стареющая близко к уничтожению. 12 стих так важен. Потому что здесь применяется последнее предложение Нового Завета. В 12 стихе говорится, что Бог будет милостив к неправдам вашим, и грехов ваших, и беззаконних ваших не воспомянет более. И Бог говорит, «Мне нужно, чтобы вы верили в это». ключ к тому, чтобы Новый Завет действовал в вашей жизни, верить в то, что написано в 12 стихе. «Как спасение и рождение свыше важны для того, во что вы верите об Иисусе, так и чтобы высвободились благословения Нового Завета, чтобы высвободилась благость Нового Завета, чтобы высвободилось незаслуженное благоволение Нового Завета. Для того, чтобы все это произошло в вашей жизни, чтобы высвободилось незаслуженное благоволение, чтобы высвободились благословения, чтобы высвободилась благость, Писание говорит, «Вам необходимо верить в то, что Бог будет милостив к неправдам вашим, и грехов ваших, и беззаконий ваших не воспомянет более». Если вы не будете в это верить, вы, образно говоря, произведете короткое замыкание и увидите, что вы не принимаете благость, благословение и незаслуженное благоволение из этого Нового Завета. И все это основано на 12 стихе. Это ключевой стих. Это часть, в которую Бог говорит вам верить. Он не говорит вам собственными усилиями делать то, что делали в Ветхом Завете. «Делай хорошее — получишь хорошее. Сделаешь плохое — получишь плохое». В Ветхом Завете ваша верность определяла Божью верность. В Ветхом Завете то, что делали вы, определяло то, что мог сделать для вас Бог. Писание говорит, что это ушло. И стлело. Бог говорит, «Просто поверьте в то, что я буду милостив к неправдам вашим. Просто поверьте в то, что грехов и беззаконий ваших я не вспомню более, и тогда я буду вам Богом. Я вложу мои законы в ваши мысли и напишу их на вашем сердце. Я смогу вести вас. Я смогу показывать вам. Я смогу учить вас знать меня. Я смогу сделать все. Просто послушайте. Не мешайте мне». Готовясь к проповеди, я изучал Авраама в Завет, Завет Благодати. Изучая его, я увидел, что Авраам не сделал ничего, чтобы заслужить что-либо из того, что сделал Бог в его жизни. На самом деле, когда Бог явился Аврааму, тот поклонялся луне. Авраам не заслужил ничего из того, что Бог сделал для него. Он не заслужил ничего. Ничего. На самом деле, вы видите, что Авраам проявлял непослушание Богу, проявлял нечестность, однако при этом Бог благословлял его. Да. Бог сказал ему, «Иди один», так говорится в расширенном переводе, «Пойди от родства твоего», написано в синодальном переводе. «Но Лот пошел с ним». Бог сказал, «Я благословляю, благословлю тебя». И при этом Лот был с ним. В следующей главе они пришли во владение Авимелеха, и Авраам начал разрабатывать план. «Ты красивая женщина. План такой. Солги о том, кто я тебе». Но Бог благословил их. Дальше. Ссора между станом Авраама и станом Лота. Происходит ссора, но Бог благословляет их. Дальше Бог говорит ему, что у него будет ребенок, который произойдет из чресла его. Бог сказал, что они будут благословлены, так как у них родится сын. И Сара рассмеялась. Они не поверили в то, что Бог благословит их. Единственный случай, когда Бог ничего не мог сделать для Авраама, это когда он попытался с собственными усилиями сделать то, что обещал сделать Бог, когда у них родился Исмаил. Берем этот Авраама в Завет Благодати. Если вы помните в 15 главе, я не мог не рассказать вам, так как все мои мысли были заняты этим Заветом. В 15 главе книги Бытия говорится, что часть этого Завета была связана с рабством Израиля в Египте. «На всем протяжении времени до Моисея, когда сыны Израиля, вы были избавлены из Египта, Бог чтил Авраама в Завет Благодати». Итак, Бог выводит израильтян из Египта, и Библия говорит, что при этом среди них не было ни одного больного. Не было ни одного слабого. Никто из них не хромал и не болел другими болезнями, как это было после того, как были даны 10 заповедей. Все были здоровыми, бодрыми, все было хорошо. У всех все было хорошо. И не было в коленах их болящего. Во время этого путешествия через пустыню никто не умер. Если вы внимательно прочтете Писание, то увидите, что делают евреи, робчут. Разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? Но получалось так, что каждый новый ропот приводил к новому проявлению милости Божьей. Они роптали, но что сделал Бог? Он разделил воды Красного моря и сказал, чтобы вы не запачкали ноги, дно будет сухим. Что? Пошли дальше, и народ стал говорить, мы хотим есть. Вывели вы нас в эту пустыню, чтобы все собрание уморить голодом. Они стали роптать. А что сделал Бог? Одождил на них манну. Бог все время являл им благодать. Он все время являл им благость. И вы знаете, что они жаловались. Вы знаете, что у них было непрощение. Вы знаете, что они были недовольны лидерами. Но Бог благословлял и благословлял их. А где было Его присутствие? Прямо посреди стана. Днем в столпе облачном, а ночью в столпе огненном. Прямо среди стана. Присутствие Божье прямо среди них. Они роптали, а присутствие Божье было с ними. Но вот когда все изменилось, когда они сказали, «Мы сможем сделать все, что Ты нам сказал». Все изменилось. Облако стало густым, и Бог сказал, «Скажи, они больше не могут приближаться ко мне. Кто коснется подошвы горы, умрет». Они не могут больше рассчитывать на помощь. «Вы хотите, чтобы я судил вас на основании ваших заслуг?» «Хорошо, я дам вам закон, и этот закон покажет ваше полное бессилие». Я буду ждать, как я 13 лет ждал в случае с Авраамом. Я буду ждать, пока вы не прекратите полагаться на свои усилия и начнете полагаться на меня. И тогда я откроюсь вам, как Бог, могущественный во всех областях вашей жизни». Я не хочу, чтобы мы делали ту же самую ошибку. Религия постоянно говорит вам становиться на пути у Бога. Религия говорит вам «Сделай это, чтобы Бог сделал то». Религия призывает вас выполнять все эти требования. Но Бог говорит «Я обо всем позабочусь». Бог говорит «Я помогу вам исполнить весь закон, все, что надо для этого сделать, принять мою любовь». Я не говорю вам вести себя безумно. Я говорю вам «Покоритесь мне, чтобы я вел, направлял вас в том, где закон пытался направлять вас». Разве вы не знаете, кто я? Разве вы не помните, откуда я вас вывел? Разве вы не знаете, что я мог бы давно тысячу способами забрать у вас жизнь? Так просто верьте мне. Верьте мне. Верьте мне. Так вы что, пытаетесь помочь мне? Верьте мне. Позвольте мне действовать в вашей жизни, а затем пойдите и расскажите об этом другим. Разве это трудно? Будьте послушны голосу моему. Ходите со мной. Говорите со мной. Общайтесь со мной. Я покажу вам неведомое. Поэтому Бог хочет, чтобы вы ходили с Ним, чтобы Он мог показать вам свою любовь, чтобы Он мог говорить с вами, чтобы Он мог общаться с вами. Мы подходим к очень богатому, нежному времени в помазании. Не знаю, откуда пришли эти слова, но это очень богатое, нежное время в помазании. Если вы дадите Святому Духу возможность, Он направит и поведет вас в истину, и благодаря Ему вы обретете то, что сами никогда бы не смогли получить. Это будет, если вы начнете доверять Ему. Но вот во что надо верить более всего, что Бог милостив к неправдам вашим. Когда надо принять исцеление, вы не должны думать, «Может быть, это расплата за то, что я сделал два года назад?» Когда в вашу жизнь пришла нехватка денег, видимо, когда-то, как-то я что-то сделал не так. Нельзя этого делать, а иначе произойдет короткое замыкание, и новый завет вашей жизни действовать не будет. Прощение должно быть для вас делом решенным. Иисус снова и снова демонстрирует это в Евангелии. Он сказал больному человеку, «Прощаются тебе грехи твои». И некоторые стали думать, «Кто он, чтобы прощать грехи?» Иисус знал этот образец. И он встречается на протяжении всей Библии, в том числе и в Псалмах, сначала прощения, затем исцеления. Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои. Что идет вначале? Он прощает все беззакония твои, а затем исцеляет все недуги твои. Затем избавляет от могилы жизнь твою, затем венчает тебя милостью и щедротами, затем насыщает благами желание твое, обновляется, подобно орлу, юность твоя. Но с чего это все начинается? Все это начинается с того, что ты понимаешь, он прощает все беззакония твои, а затем исцеляет все недуги твои. Причина подавленности многих людей, они не верят в то, что Бог простил их. И знаете, что происходит? Вы постоянно колеблитесь между избавлением и рабством, потому что не уверены в истине о прощении. Каждый вечер вы ложитесь спать очищенным. Каждый вечер вы ложитесь спать чистым. Вы живете свою жизнь под водопадом прощения. Вы понимаете меня? Если вы постоянно возвращаетесь к мысли, «Может быть, я чего-то не сделал, и поэтому благословение блокируется в моей жизни», то вы имеете дело с главным препятствием к функционированию Нового Завета в вашей жизни. Этот вопрос вам надо решить для себя. Бог не пытается припомнить вам грех, за который Иисус уже заплатил. «Нет, брат, подожди! Нечего ждать!» «Нет, ты подожди!» На основании Нового Завета, Завета Благодати, во что Бог хочет, чтобы вы верили? Он хочет, чтобы вы от всего сердца верили, что Бог имел в виду. Когда сказал, «Я буду милостив к неправдам их, и грехов их и беззаконних не воспомяну более». В Новом Завете нам не надо делать ничего иного, кроме как верить в это. «Вам нужно исцеление?» «Господь, благодарю Тебя! Я верю, что Ты милостив к неправдам моим и грехов и беззаконних моих не вспомнишь более». Аллилуйя! Спасибо и за исцеление. Это и все, что нужно. «О, Отец, я благодарю Тебя за то, что Ты милостив к неправдам моим и грехов и беззаконних моих не вспомнишь более». «Я принимаю свое преуспевание». Что происходит? Вы убираете препятствие течению благословения. Вы слушаете, что я вам говорю? Если вы не будете верить в эту истину, то лишите себя возможности принимать благость Божью. Благость Божья будет рядом, но вы не сможете принять ее. Почему? Потому что будете думать, что ваша неправедность не дает вам принять ее. Вы будете думать, что ваши беззаконные деяния не дают вам принять ее. Я хочу, чтобы вы изменили свое мышление. Вы постоянно думаете, «Брат Доллар, вы говорите нам это, но вы просто не знаете, что я сделал». Вы поймите, когда вы принимаете Иисуса, примите Его любовь, когда вы полюбите Иисуса всем сердцем, любовь Божья будет удерживать вас от греха. Вы не будете грешить еще больше, а наоборот, еще меньше. Благодаря благодати вы грешите не больше, а намного меньше, потому что вы постоянно думаете об Иисусе. Вот что Иисус делал для меня. Он мой Спаситель, мой Господь. Он умер на кресте за меня. Он спас меня. У меня жизнь вечная. Он простил мне настоящие прошлые и будущие грехи. Вы делали в жизни всякие недостойные поступки, но теперь вы смотрите на Иисуса, который пролил за вас свою кровь и отдал свою жизнь, и больше не хотите вести себя, как раньше, потому что Иисус так благ. Вы не будете этого делать. То, что было для вас величайшим искушением, станет наименьшим перед лицом любви Иисуса к вам. Вы думаете, Иисус сделал это для меня? Я больше не буду делать этот грех. Нет ни малейшего желания. Почему? Я для Иисуса ничего не сделал. А Он пришел, пролил за меня свою кровь и простил настоящие прошлые и будущие грехи. То, что я еще не сделал, я мог бы умереть за все то, что я сделал. Но слава Богу за то, что Он всегда дает нам торжествовать во Христе Иисусе. Думая о том, что Иисус сделал для вас, вы теряете желание сделать плохое. Вы не хотите этого делать. У вас нет желания. Поговорите с людьми, которые влюблены в Иисуса. Они думают о Нем постоянно. И они становятся другими. Отношения с окружающими людьми преображаются, и особенно с супругами. Потому что, когда вы принимаете его любовь, как я говорил в прошлый раз, тогда вы этой любовью начинаете делиться с другими людьми. И вы больше не думаете о грехе. Редактор субтитров А.Семкин